На западную Украину обрушились ураганы. Стихия пришла из Румынии, там погибли 8 человек. В Украине шквальный ветер рвал провода, валил деревья и электроопоры. Марина Коваль расскажет подробности. Поваленные деревья, сломанные борды, уничтоженные крыши. В Черновицкой области ураган начался накануне около 9 часов вечера. Внезапный шквальный ветер буквально сносил все на своем пути. Ливень елся около получаса. В результате сотни населенных пунктов по всей области остались без электричества, десятки без телефонной связи. А в Черновцах сломанные ветки деревьев побили немало автомобилей. Было вырагано и завалено около трех десятков деревьев. Половина из них впала на мережи электропередач. То есть у нас целый район остался без светла. Были перекрыты несколько важных транспортных магистралей. Спасательные бригады работали всю ночь. В целом было распилено 58 деревьев, которые были распилены в Сторженецькому, Кисманскому, Заставневскому и Чернівцях. В целом залучалось 55 людей до ликвидации данной негоды. В Закарпатте от урагана больше всех пострадал Раховский район. Спасатели более 20 раз выезжали на расчистку дорог от деревьев. Одно упало на железнодорожные пути. Пришлось задержать поезд Ивано-Франковск-Крахов. В селах Верхнее Водяное и Ясеня ветер повалил деревья на больнице, пробив крыши. Кровли сорваны с десятков домов. Десь дерева падали просто на улицах. На счастье трагичных наследов, эти падения не призвели. Травмованных и загиблых наследов этой негоды, которая была зафиксована вчера на территории Закарпатской области, нет. Повреждены высоковольтные линии в тяжелодоступных местах в горах. На их восстановление понадобится трое суток. Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже подсчитывает убытки. Пронесли ураганы по Прикарпатти в городе Снятин. Сильный ветер сорвал часть крыши ночного клуба, когда там гуляли свадьбу. Никто не пострадал. Обломками повреждены четыре авто на парковке. Без крыши осталось и здание сельсовета в Перерисле. Полностью или частично обесточены около сотни населенных пунктов по всей области.